Каждый дождь в 89-м доме на улице Ленинского Комсомола заканчивается потопом. С потолка в подъезде осыпается штукатурка. Жильцы давно ждут ремонта крыши. Некоторые даже специально не делают ремонт в квартирах. Не хотят тратить деньги впустую. Когда идет сильный дождь, естественно, у нас протекает все. Мы обращались неоднократно и писали. Только у нас никто не хочет реагировать. В управляющую компанию обращались. Что мы туда и делаем заявки. Нам только обещают, но просят, сами понимаете, денег просят. Но никто к нам не идет и ничто нам не делает. С начала отопительного сезона в доме тоже не обошлось без проблем. Прорвало трубу. Напор горячей воды был таким сильным, что люди не смогли зайти в подъезд. Пришлось залезать в окно квартиры на первом этаже. Жители уже давно ждут капитального ремонта. Два вида работ должны были выполнить до конца этого года. В данный момент от 2014 до 2019 года у нас должны проводиться работы. По электрике. Менять всю электрику по дому. И водные трубы. 2019 год конец. Никто не пришел, нам ничего не сделал. Это по схеме. Вы выясняли, почему, с чем это связано? Подрядную организацию иногда не могут найти. Почему? Ну, как-то не могут найти. Все могут найти. Просто не хотят. Помощник прокурора железнодорожного района Олеся Харужий рассказывает, в случае, если управляющая компания не выполняет своих обязанностей, жильцы вправе обратиться и требовать в перерасчет за обслуживание общедомового имущества. Если по-прежнему управляющая компания никак не реагирует, нужно идти в жилой инспекцию с требованием провести проверку. В случае неисполнения требований по поданной заявке или предписания жилищной инспекции, жители имеют право обратиться в суд с заявлением о возмещении взысканной оплаты за содержание и ремонт жилого помещения и взыскании неустойки и компенсации морального вреда. В 89-м доме на улице Ленинского комсомола всего 8 квартир. Дом старый, ему более 60 лет. Жильцы боятся, что если и дальше в нем не начнут делать ремонт, произойдет какое-нибудь ЧП и они вообще останутся без жилья.